Шалом! У меня складывается такое впечатление, что божественность Ишуа – это табу. Это один из тех вопросов, обсуждения которых многие мессианские евреи стараются избегать. По разным причинам. Ну, как в приличном светском обществе, во всяком случае, раньше так говорили, не принято обсуждать политику, религию и секс, так вот среди приличных мессианских евреев не принято говорить о Троице, божественности Ишуа и о его смерти на кресте. Ну, о Троице и о кресте я уже говорил. Если интересно, можете посмотреть программы под названиями «Шма» и «Троица», а также «Долой крест». Ну, а сегодня речь пойдет о личности Ишуа. Почему наш мессианский брат так осторожничает, когда речь заходит о его божественности? Я думаю, причины могут быть самые разные. Чаще всего, по-моему, это просто страх не угодить еврейскому мейнстриму. Боязнь быть обвиненным в идолопоклонстве. Ну, иудаизм-то говорит нам именно это, что вы и ваши христианские собратья – идолопоклонники. Поклоняетесь вы не единому живому богу, а мертвому еврею, из которого церковь сделала бога. Ну, а поскольку мы очень хотим, чтобы еврейский мейнстрим признал нас за евреев, мы всячески стараемся вот этот острый момент сгладить или вообще уйти от этого вопроса. Ну, и делается это самыми разными способами. Например, вот я однажды где-то слышал такое заявление. Ну, а зачем нам обсуждать божественность Ешо? Ведь эта тема сразу ставит нас перед необходимостью вникать в природу самого бога, говорить о том, как устроен бог. Потому что если Ешо божественен, и его отец тоже божественен, то кто же тогда представляет собой этот самый единый бог? Так ведь и до троицы докатиться можно, а обсуждать внутреннее устройство бога, то есть, что сын от отца рожден, а дух от отца исходит, это дело неблагодарное. Посмотрите, до чего христиане докатились на этом пути, поцапались между собой из-за разногласия о том, от кого исходит дух. От отца только, как считают православные, или от отца и сына, как считают католики. Но у него что и мы, мессианские евреи, на этот путь встанем. Да если мы своим куцым мумишкам не можем до конца разобраться даже в устройстве человеческого тела, где уж нам понять устройство бога? Пустая затея. Вот слышал я вот такие рассуждения. И я, в принципе, согласен с теми, кто так думает, что во всех этих рассуждениях об устройстве бога есть предел, дальше которого заходить не стоит. В конце концов, бог это тайна, которая пока открыта нам лишь отчасти. Пока мы живем в наших смертных телах, он в чем-то и останется, бог, тайной для нас. И попытки разгадать эту тайну своими собственными силами прежде времени, конечно же, хорошо не кончатся. Это с одной стороны. Но, с другой стороны, если мы отвергнем то, что бог уже открыл нам о себе, мы тоже совершим очень серьезную и опасную ошибку. А откровения божьи, то есть Танах и Новый Завет, говорят о божественности Ишуа достаточно много. Хотя, конечно, не все эти высказывания так однозначны, как нам хотелось бы. Другой номер, который мы регулярно проделываем с той же самой целью, то есть уйти от разговора, это отмежевание от христианства вообще и от христианской или церковной позиции по этому вопросу в частности. Мы читаем символ веры, в котором написано, что Иисус есть бог от бога, свет от света, и как именно в нем сочетаются божественная и человеческая природа. А дальше говорим. Да вы посмотрите, какие это не еврейские выражения. Да это же такой кошмар для еврейского уха. Бог от бога. Да это все равно, что матерь божья. Кто это может слушать? Нет. Мы его ни за что богом называть не будем. Мессия, да. Мессия это еврейский термин, и мы верим в то, что он Мессия. Царем, да, потому что Мессия по определению это помазанный царь. Сыном Давидовым, да, конечно, он является потомком Давида. Сыном божьим не уверены, смотря что имеется в виду. Конечно, да, его так называли даже еврейские его ученики. Но со временем это выражение «сын божий» стало чисто христианским и церковным. Называть его богом, или богом-сыном, или второй личностью троицы, да ни за что. Это все пошло, эти все названия пошли из такого-то дремучего века, от епископов-антисемитов, которые думали не по-еврейски, а по-гречески, и к нам это все не имеет ни малейшего отношения. Мы евреи. Хорошо, я вам предлагаю компромисс. Давайте не будем его называть ни сыном божьим, ни богом-сыном, ни богом. Давайте вообще оставим на время вопрос о титулах и сосредоточимся исключительно на сути дела. Кто он? Он просто человек или он больше, чем человек? Если он не обычный человек, то чем именно он необычен? Необычен. Какого порядка это отличие от обычных людей? Он божественен или менее, чем божественен? Если он менее, чем божественен, то те, кто считает его божественным, они идолопоклонники. И мы не хотим иметь с ними ничего общего в первую очередь именно по этой причине, потому что они идолопоклонники, а не из-за их антисемитизма или филосемитизма, или еще какого-нибудь изма. Если же, с другой стороны, Ешуа, личность, не только человеческая, но и божественная, то мы просто обязаны относиться к нему соответствующим образом. Что значит соответствующим образом? Значит, как к Богу. Мы относимся так же и к нему. Надо относиться. И вот в этом месте еврейская голова на наших плечах. Если у вас на плечах еврейская голова. Еврейская голова может сыграть с нами злую шутку. Я знаю это по личному опыту. Как еврей, я одно время думал, что еврейство мое заключается в том, чтобы отстаивать, чтобы считать Бога неделимой, единицей. Я еврей, шмай, сраэль, адонай, луэйну, адонай, эхад. Слушай, Израиль, Господь, Бог наш. Господь един есть. Нет другого Бога, кроме Господа. И, соответственно, некоторое время я ходил с сомнениями в том, что Ишуа божественный. Ну, дескать, какой же я еврей буду, если уверую в его божественность. То есть, если он божественный, то кто тогда я? Я еврей или кто? Я думаю, что для многих евреев вопрос сегодня стоит именно так. Божественность Ишуа может легко спровоцировать у них чисто психологическую проблему. Ну, кризис их еврейской идентичности, их еврейского «я». А там, где на кону «я», достучаться до разума бывает очень нелегко. В моем случае потребовалось сверхъестественное вмешательство. В какой-то момент я понял, что дальше жить я с этими сомнениями не могу, и мне пора определиться. Я помолился и сказал, Господь, покажи мне, кто Ишуа на самом деле. Божественный он человек или нет? В тот же самый день я открыл 14 главу Евангелия от Иоанна. Уже не помню, случайно она открылась, или я специально ее открыл. Но следующие слова Ишуа, когда я их прочитал, были обращены как будто лично ко мне. Филипп сказал ему, Господи, покажи нам Отца, и довольна для нас. Иисус сказал ему, столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? У меня было в тот момент такое чувство в сердце, что хотя здесь написано Филипп, на самом деле Ишуа говорит здесь не с Филиппом, а со мной. Я сказал, Ишуа, я все понял. Я верю, что ты не просто человек, а Бога-человек. И в мое сердце после этого пришел полный мир, и червь сомнений куда-то уполз. И больше не приходил. Кстати, с моим еврейством у меня тоже больше никаких конфликтов нет, поскольку сейчас я понимаю, что представление о единственности Бога в сегодняшнем иудаизме довольно сильно отличается от тех представлений, которые были у современников Ишуа, о том, что означает единство Бога. И неудивительно ведь, нас отделяют от них не просто две тысячи лет, а за эти два тысячелетия иудаизм очень изменился. И многие из этих изменений, которые в нем произошли, они были реакционными, то есть они были реакцией иудаизма на христианство, в частности. И то, что две тысячи лет тому назад еврейскому уху совершенно не претило, сегодня наоборот совершенно неприемлемо. И вот именно поэтому, кстати, мы не находим в Новом Завете никаких обвинений против учеников Ишуа в том, что они плохие евреи. Хотя еврейский минстрим сегодня обвиняет нас именно в этом. Я считаю, что вполне возможно, мы действительно не самые лучшие евреи в отношении скрупулезного соблюдения некоторых заповедей Торы, особенно устной. Но в отношении понимания личности Мессии мы определенно лучше. Хотя, конечно же, мы не считаем это нашей собственной заслугой. Однако давайте вернемся к нашему вопросу. Как нам получить ответ на него? Вот кто-то может сказать, у вас, Александр, было вот такое переживание духовное. А что делать тем, у кого его не было? Молиться, чтобы им Господь тоже не спослал какое-то такое подобное откровение. Да и вообще, насколько можно доверять всяким духовным переживаниям? Не слишком ли они субъективны, не говоря уж об опасностях, связанных с ними? Ведь не ровен час возомнишь себя апостолом Павлом и в дурдом угодишь. Ну, что касается опасности, жизнь вообще штука опасная. За столом можно поперхнуться, на улице попасть под машину. Ну и тем не менее, мы вроде бы все равно едим, пьем и выходим из дома. Субъективность, да, одному так примерящилась, а другому эдак. И где, правда, непонятно. Но на самом деле и эту трудность можно обойти. Ведь мы не первые, кто задаемся этими вопросами. И уж, конечно, мы не самые умные и не самые духовно проницательные люди. И поэтому так важно вести диалог с теми, кто уже прошел по этому пути до нас. Нам нужно видеть, где они ломали дров, чтобы не повторять их ошибки. И также нужно видеть, что они поняли правильно. И это очень существенно поможет нам не уйти в какой-то субъективизм. Стоп, а кого же я имею в виду, говоря о людях, которые уже проделали этот путь? Конечно, прежде всего, мессианских евреев, которые обсуждали или обсуждают сегодня божественность Ишуа. Причем иногда делают это в очень интересной и провокационной манере. Но не только. Я имею в виду также и христиан, которые за две тысячи лет сказали на эту тему очень много чего. Я не говорю, что нам нужно подписываться под их символами веры. Речь не об этом, а о том, что нам нужно повзрослеть. Если мы настолько не уверены в собственном еврействе, что шарахаемся от всего нееврейского, как черт от Ладана, с нами, по-моему, что-то не в порядке. Я мужчина, и поэтому, во-первых, есть масса вещей, маникюр, брови и так далее, и так далее, которые меня вообще не интересуют. И которые моя жена обсуждает не со мной, а со своей сестрой, матерью и подругами. И во-вторых, есть также вещи, которые интересуют нас обоих. Но мы смотрим на них по-разному. У нее женский взгляд, у меня мужской. Если в первые годы нашей совместной жизни я просто отмахивался от ее женских мнений по этим вопросам, то сейчас, набравшись немного опыта в браке, я стараюсь прислушиваться к ней, даже если и не соглашаюсь. Пытаюсь понять ее и сопоставить ее точку зрения со своей. И что интересно, иногда она видит вещи лучше меня и правильнее меня. Конечно, только иногда. Я мужчина. Мы рулим. Шучу. Вы скажете, ну хорошо, но ведь ты говоришь о браке. А при чем тут наши отношения с христианами не евреями? А при том самом. Мы с ними составляем одно тело мессии, точно так же, как муж и жена являются одной плотью. В том же самом мистическом смысле, о котором пишет в своих посланиях Шауль. И поэтому снисходительно отмахиваться от них и от их богословия, это, по-моему, просто детский сад. Если ваш возраст еще детсадовский, отлично, продолжайте ходить в детский сад. Но будьте уверены, что вы не засидитесь там слишком долго. В школе жизнь труднее, конечно, но так же интереснее. Мы продолжим разговор о божественности Ишуа через неделю. Спасибо. Шалом.